так всем привет сегодня хотелось бы поговорить об обыкновенном уже на латыни натрикс натрикс это наиболее распространено в умеренных широтах евразии вид настоящих уже не давитых змей и смейства уже образно размер среднестатистической особи не превышает метра но встречается и более крупные экземпляры по 1,5-2 метра самцы намного меньше самок голова уже заметно отделена от шеи а тело длиннее хвоста в 3-5 раз на серой оливковой гельбура черной спине имеются темные пятна расположены в шахматном порядке все четыре сумок и светлые шейные пятна глаза крупные слегка выпуклые зрачки черные круглые в отличие от гадюки у которой зрачки вертикальные обыкновенный уж встречается обычно в достаточно влажных местах хорошо плавает и ныряет заплывает достаточно далеко под водой способен проплывать значительное расстояние в горы поднимаются на высоту до двух с половиной тысяч метров над уровнем моря редко его можно увидеть около человеческого жилья сараях кучах мусора шелях деревянных построек стогах сена в подвалах и так далее такие условия аналогично природным где он поселяется используя в качестве убежищ пустоты под камнями корнями деревьев норы грызунов иногда попадается также в садах и огородах из парковой зоне крупных городов уж активен в дневное время суток охотится обычно в утренние вечерние часы питается в основном озерными лягушками что в ряде мест с их обилием связана высокая популяция ужа также жабами рыбами птенцами мелким млекопитающим заглатывая их живьем без предварительного вымышления в результате этого проглоченная добыча некоторое время остается живой в желудке ужа процесс заглатывания добычи может длиться несколько часов проглатывание жертвы начинается с ее ориентации головой в рот даже если сначально изначально уж хватает добычу за конечность то постепенно пытается перехватить ее за бок а потом за голову долгое время уж способен обходиться без пищи стрессом состояния отрыгивает проглоченную добычу трогов обычно спасается бегством или принимают оборонительную позу складывая тело зигзагом шипя и сплющивая шейную область аритмично подергивает кончиком хвоста схваченные хищником или взяты в руки обычно выделяет из колокальных желез жидкость обладающую отталкивающим запахом защитная реакция является также мнимая смерть муж притворяется мертвым вот на видео это хорошо видно природе врагами уже являются около 40 видов птиц на ужин и яйца нападают даже муравьи и жужелицы а на молодых ужах ужат рыба земноводные ежи и мелкие грызуны одним из серьезных врагов уже является крыс уничтожающие укладки и потомство около человеческого жилья у обыкновенного уже также известен каннибализм период активности длится середины марта до начала апреля зимуют уже под корнями в трещинах береговых обрывов нора грозунов в подвалах совместные зимовки с другими видами редки за сезон активности происходит не менее трех линик спаривание происходит в апреле мая в этот период они образуют скопление несколько десятков особей так называемый змеиный клубок или брачный клубок состоящий из одной самки около 20 самцов яйца размером 12 20 на 20 30 миллиметров откладывается в июле августа фрухлявые пни кучи листьев торфа навоза объем кладки варьируется от 4 до 50 из размер кладки зависит от размера самого уже так одна самка длиной тела до 70 сантиметров в норме откладывая 6 16 из особи длиной от 70 до метра 12 21 яйцо а особи свыше одного метра обычно откладывают до 35 из иногда встречается так называемой коллективные кладки когда несколько самок откладывают в наиболее благопатриотных участках биотопа яйца отложенные яйца покрыты клейким белком в результате чего они прилипают друг другу и окружающим предметом склеенная плотная кладка лучше сохраняет благодаря уменьшению влагопотей в ней молодые особи достигают длину 11 26 сантиметров веса 7 8 грамм половозрелость наступает на третьем четвертом году жизни всего продолжительность жизни уже порядка 20 лет ну уж очень хорошо адаптируется к жизни в неволе становится ручным для террариум для уже должен составлять размеры должны быть 50 на 40 на 40 сантиметров без учета высоты светильника грунт лучше выбирать гигроскопичный смесь земли и гравия или спадного мох для освещения нужны мощная лампа днем температура воздуха в террариуме должна составлять 30 35 градусов ночью 21 градус помимо температуры нужно поддерживать уровень влажности опрыскивая грунт один раз в неделю в домике необходимо производить уборку раз в 30 дней для удаления клещей уже опускают в раствор марганцовки однопроцентный однако при этой процедуре нужно внимательно следить чтобы не намокала голова змеи помимо водоема уже должна быть поилка с чистой питьевой водой кормят уже лягушкой рыбами муж мышами чтобы зимой уж пол спячка световой день постепенно сокращает с 12 до 4 часов снижают уровень температуры в террариуме можно держать как одну особь так и несколько но размеры террариума должны быть соответствующие брачный период уже начинается после весенней линьки в апреле мая знаете приобретая уже вы должны знать что кормить его надо живым кормом дело в том что уж не заинтересуется ни грозуном ни лягушкой если пища не будет шевелиться очень редких случаях владельцам удается приучить своих питомцев с хорошо развитой охотничьим инстинктом питаться умершленой пищей ну что теперь интересные факты об ужах латинское название natrix natrix происходит от латинского natans что переводит значит пловец очень хорошо характеризует уже среди уже изредка рождаются меланисты это полностью черную особи альбиносы разоргвата белые с красными зрачками белоруссии украине были частые случаи одомашнивания ужей итальянец александра гаванини служивший 14 16 веке в речи посполитой своем описание европейской сарматии сообщает что литовская племя жемайтов поклоняла священным ужам содержащихся в жилище людей известен случай когда вынуждена голодовка уже продолжалась 10 месяцев этому испытанию подверг немецкий натуралист не кормивший подопытного с июня по апрель первое кормление змеи после голодовки прошло без отклонений со стороны желудочно-кишечного тракта если в месте обитания популяции укромных мест не достаточно как я уже говорил выше самки создают коллективное хранилище яиц очевидцы рассказывают как однажды нашли на лесной поляне кладку из 1200 яиц если уже угрожает опасность в то время когда он заглатывал пищу или только что ее проглотил змея отрыгивает еду и спасается бегством или же пытается защититься при этом мыши лягушка побывавшая пасти рептилии может остаться живой лягушки которых преследуют уж ведут себя своеобразно тем легче было спасись большими прыжками они делают короткие редкие скачки издают крик совершенно не похоже на звуки которые мы привыкли от них слышать этот крик скорее напоминает жалобное влияние овцы муж довольно быстро змея скорость при движении может достигать 5 километров в час об ужах рассказывает много небе небылец будто рептилии гипнотизируют лягушку во время охоты или высасывает время молоко из имени коровы на самом деле это выносил то же самое как вымысел что закарпатский ужгород назван честь ужей так нет нет так у новорожденных малышей есть специальный зуб с помощью которого они ломают скорлупу и впервые смотрят на окружающий мир в приурале есть легенда уже ужином царе говорят если змея заползет дом это к достатку выгонять ее нельзя надо покормить молоком если рептилию обидеть уже на царь навлечет беду на этот дом центральная южной европе уж обыкновенный является самой распространенной змеей уж они является одной из немногих змей ареал который на скандинавском полуострове доходит почти до полярного круга на островах и гейского моря архипелаг кеклада где мало пресных водоемов уже переключились на гекконов и мышей ну что на сегодня все надеюсь было интересно жмем колокольчик подписываемся комментируем до новых встреч 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 до новых встреч